На юге Германии, недалеко от Мюнхена, находится один из древнейших городов Германии. Аугсбург был основан римлянами еще в 15 веке до н.э. Рассвет города пришелся на Средневековье. В это время Аугсбург имел статус не только свободного имперского города, но и одного из главных торговых городов Европы. Богатая история оставила обширное наследие, красивые исторические здания, величественные соборы и части старых городских укреплений. В Аугсбурге много достопримечательностей. Я же для себя отметила шесть. На центральной улице города Максимлян-Штрассе находится очень красивая церковь святых Ульриха и Афры. Она была построена в 15 веке. И здесь покоятся мощи святой Афры, покровительницы Аугсбурга, и лепископа Ульриха, спасшего город от язычников венгров. Обязательно стоит зайти внутрь собора. Потрясающе красивый алтарь, состоящий как бы из трех основных частей, был выполнен в начале 17 века. Собор является действующим, а вход свободный. На втором месте среди самых интересных достопримечательностей Аугсбурга я отметила кафедральный собор Девы Марии. Это готическая францисканская церковь, одна из красивейших средневековых достопримечательностей Аугсбурга. Собор был построен в 11 веке на месте старого здания церкви эпохи Каролинда. Отполированная до блеска входная ручка на двери собор имеет свою очень интересную историю. Но об этом я уже рассказывала в своем полном фильме Аугсбург-достопримечательностей. Если сравнивать две самые красивые церкви Аугсбурга, то, на мой взгляд, церковь святых Ульрика и Афры более красиво внутри, а кафедральный собор святой Марии потрясающе красивый снаружи. В собор можно войти с двух сторон, и оба входных портала невероятно красиво украшены резьбой по камню на библейские сюжеты. На третьем месте в моем списке городская ратуша и башня Перлактун. Ратуша является одной из главных достопримечательностей и символов Аугсбурга. Она была построена в 20-х годах 17 века. И считается одним из самых красивых светских зданий в стиле эпохи Возрождения. 70-метровая башня Перлактун изначально была построена на месте древнего римского амфитеатра еще в X веке, а нынешняя была построена в начале XVII века под стиль новой ратуши. Номер 4 в моем списке район Кугерай и семейство Фугеров. Фугеры – один из самых знаменитых купеческих родов средневековой Германии. Разбокатев на торговле шерстью, они занимались ростовщичеством, основали крупнейшие в XV веке банкирский дом. Короли и герцоги ходили в должниках у Фугеров. Люди фантастического богатства Фугеры покровительствовали культуре, науке, занимались благотворительностью. В XVI веке в Аугсбурге они построили первый в мире социальный поселок, где давали бесплатно жилье своим работникам и обедневшим горожанам. В настоящее время квартал Фугерай – это жилой район Аугсбурга и в то же время музей, куда можно попасть за небольшую плату. Под номером пять – очень яркий, цветной, красивый, интересный дом Качей. Это живое свидетельство былой славы Аугсбурга, как одного из крупнейших ткацких центров Европы. Это здание в стиле поздней готики не раз выстраивалось заново, и также заново возникали его знаменитые розписи. Их аллегорические темы посвящены истории города. Под номером шесть – красные ворота. С незапамятных времен они были важнейшими из ворот города. Через них проходила дорога в Тироль и Италию, поэтому здесь располагалась таможня. А сейчас мимо древнейших ворот Аугсбурга проходит трамвай и может пройти любой желающий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова